Бутылки, доски и прочий строительный мусор. Прямо в центре города, возле жилого дома, образовалась настоящая свалка. Вот уже несколько месяцев мусор не вывозят. Вместо этого свалка только растет. Уже полгода жители вот этой многоэтажки по адресу проспект Ленина, 119, наблюдают из окна мусор. Сразу говорят, в администрацию обращались. На просьбу ликвидировать свалку получили письменный ответ. Подтвердился факт несанкционированной свалки. Было направлено письмо в институт финансово-экономический, чтобы ликвидировали. Но до сегодняшнего дня никаких мер не предпринято. Ничего не убрано. Более того, разгрузка продолжается и по сегодня. Финансово-экономический институт – хозяин этого участка. Земля частная. Это все и осложняет. Нам власти железнодорожного района ответили уже более подробно. Сказали, проверка территории была, но в рамках дозволенного. В администрации железнодорожного района ранее выдано предписание об утилизации, скажем так, там были ртутные лампы и строительный мусор, на что ВЗФИ предоставило нам ответ, что данные лампы, скажем так, были утилизированы. И так как это частная территория, она была огорожена для предотвращения проникновения туда посторонних лиц и, скажем так, складирования каких-то посторонними людьми бытовых отходов. После вмешательства администрации ртутные лампы действительно убрали, а место обнесли забором. А вот убирать свалку пока не собираются. В институте объясняют – осенью здесь начнется строительство спортивного комплекса. Тогда и уберут. В парке какое-то нечего делать, простите, пожалуйста. Знаешь, когда идет стройка торговых центров, никто ничего. А когда мы начали строить хорошее мероприятие, значит, начинаете палки в колеса вставлять. А пока свалка строительных отходов обрастает бытовыми. Ограждения хоть и есть, но даже мы попали внутрь без труда. И, судя по мусору, здесь, в полуразрушенных строениях, регулярно собираются любители выпить и покурить. Наркоманы постоянно собираются. Полиция у нас. Наркоманы, бомжи. Все здесь. Полиция раз в неделю точно выезжает. Это, во-первых, частная территория. Она на данный момент огорожена. И доступ на эту территорию закрыт посторонним лицам. Если лица какие-то проникают, это уже, скажем так, это уже нарушение идет. Проникновение на частную территорию. Однако проникновение есть. И даже если самого собственника растущая свалка не смущает, такое использование участка противоречит земельному кодексу. Собственник земельного участка должен и обязан принимать меры по предотвращению сброса, а следовательно, несанкционированного размещения отходов. Загрязнение земель, так как это требование законодательства Российской Федерации как земельного, так и природоохранного. А иначе штраф. До нескольких сотен тысяч рублей. Ждать строительство спорткомплекса для того, чтобы свалку ликвидировали, жителей не устраивает. Они готовят коллективное обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор края. София Иценко, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...